гиги зритель мне тут такая конструкция а блин телефон то там короче я так давно что-то ничего не обозревала вообще ничего все только что-то а я и монтаж то уже неделю ну не считает там до потопного монтажа за позапрошлый век это что блин за звук такой сейчас звука нет короче видать она у меня питала и она короче говоря это где-то ловила может быть какое-то что-то от кого-то это проба пера так вот не считая того что я не делал делала обзор вот вчера один смысле монтаж одного обзора я как бы ничего не выкладывала на канал где-то дней 9 не считая шортов и двух или трех стримов но и как бы обзоров тоже не было там последний обзор там был это посылка от горбушкина и короче говоря вот я тут на днях забрала заказ вообще вот это у меня лежал уже несколько дней на вайберис да чай у меня есть но как-то вот он у меня давно лежал закладках это какой-то русский но как бы я тоже думала почему в россии не делают допустим блин у меня тут этот ну как бы она мне отображает я понимаю что то на картинке не будет видно на самом экране потом но вот она мне показывает тут со светом немножко не то кольцевая лампа может не совсем так стоит да я пишу на диджайл осмо пакет осмо пакет я произношу то между на момент между английским французским черта каким короче у меня вот это чай лежал закладках на вайберис очень давно больше года наверно и я все думала думал он то дорожал то это дешевел я думала ну как бы в россии же есть свой чай да ну который выращивают этот вот чайный куст я не помню как он называется там камерия что-то такое почему бы в россии не делали бы все вот эти чаи которые делают китае по идее они должны быть в принципе дешевле вот вся такая инструкция по променению уже как бы известно не тайна им почему бы нет вот это пуэр 75 грамм краснодарский чай северный чай из сочи норд это у нас же север до 6 до 22 он сделан 36 месяцев срок годности номер партии 148 гусь чай и короче чуть я не помню почему он стоил я потом в боксе оставлю артикулы там что-то есть с озона что-то есть свадьберса короче оставлю артикулы на озоны на whiteberries и соответственно может если не забуду в скобках напишу сколько оно стоило мне почем оно мне обошлось короче говоря и черный байховый чай пуэр я видела мне попадался вот такие вот элитные чаи китайские там вот ну аналог китайского там в россии вот этих чаев я думала чтобы не купить но как получилось прошлый год я совершенно очень много экономила пригла в общем приготовься зритель что сейчас будет несколько обзор сколько еще и бла 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 прошлый год как ты знаешь я очень много экономила если не знаю что не знал ты сейчас узнаешь прошлом году я хотел сначала поставить балконный блок в общем но он как бы есть теперь его поставила летом спасибо зрительнице ире которая мне задонатила тогда где-то на чуть меньше одной трети на 10к короче на этот балконный блок ну как бы что помогла мне хотел помочь не финансово помогла я экономила я не покупала то что мне хотелось я доедала то что у меня есть я старалась уверить себя что мне вот это не надо потом я на какой-то страничке хрен знает кого на вонете короче вот эти умные мысли рандомно ботом сделанные что типа когда тебе дарят просит предлагаю друзья что-то под спрашивают когда тебя спрашивают друзья что тебе подарить на праздник а ты настолько привыкла экономить что уже сама не знаешь что ты хочешь потому что все эти запрещала я как конечно транжирила иногда но я как бы старалась иногда вот сидела двухсот рублями там 2 недели в деревне без денег вообще спасибо тем кто поддерживал мой канал и потом я купила вот эту камеру спасибо моему другу который мне вот безвозмездно покинул монетку и спасибо тем кто донатил и именно на эту камеру потом обзор отдельно я допишу все таки ну смысле допишу потому что есть пара моментов которые нужно еще дописать кошка там мякнула но я не знаю мне сейчас микрофон настроен только на меня может микрофон не уловил сзади и и потому что задний микрофон отключен ну и короче говоря у меня были какие-то вещи которые хотела заказать но думаю вот блин сейчас денег нету это не то что вот жизненно необходимо и спасибо тем кто донатил мне на мой день рождения вообще в этом году потому что благодаря вашим донатам вот вот здесь вот будет облачко со списком повторным того последних вот донатов за последние там недели две-три потому что благодаря вам я смогла возместить сама себе ущерб ну короче у меня купились ваши вашими донатами те вещи которые покупала для канала там две флешки на которые вот сейчас пишу еще там носу в sony она стоит ну флеш-карты сандистом еще какие-то вещи вот фигнюшка которая держит вот этот вот смартфон кстати от горбушки на смартфон я сейчас просто у меня яблоковский смартфон от наташи опять разрядился я вовремя не глянула и он у меня сейчас заряжается и вот эта палка которая фонила в начале при записи не знаю может чем ну может связано с этой того что скрытила и всякие там мелкие приблуды даже даже площадка дополнительная на штатив в общем благодаря вам я возместила себе вот все деньги которые потратила на свои личные на все эти аксессуары для съемки и думаю блин а почему я не могу себе купить что-то вот такое к тому же у меня как бы день рождения был спасибо тем кто поздравил в день рождения спасибо тем кто поздравлял после учитывая что мы с подругой моё день рождения все-таки сможем отметим только 23 февраля да вот в день этой красной армии как он там потому что так получается если вдруг забыли и внезапно помнили вау лёли день рождения забыл поздравить потому что знаете мне не сложно поздравлять тех кто мне пишет в чате или в каментах вот у меня сегодня или завтра день рождения поздравь меня я поздравляю а потому мне приятно читать поздравления даже если не спустя вот сегодня какое у нас 14 было вторник сегодня на суббота 15 16 17 18 сегодня у нас 18 февраля в принципе мне будет приятно это почитать и 23 февраля с прошедшим днём рождения потому что вот моя подруга может ко мне прийти на сабанту и только 23 короче я подумала почему бы я не почему я не могу себе заказать какой-то чай в принципе вот все максим расходы уже покрыты как бы больше ничего пока заказывать не надо но смысле есть вещи которые мне нужно заказать если вы хотите поддержать мой канал то вот здесь же будет этот как бы облачко с поддержи лёльку таким то способом если тебе это удобно начинали встан на карту визы и так далее кошка забралась наверх я ее вижу мне нужно будет еще дополнительную насадку на эту камеру чтобы управлять ею с помощью того же телефона без провода и попутно допустим заряжать оба аксессуара и еще микрофон и кое-какие крепления это где-то около 20000 сумме но она не сейчас не жизненно важно я до сих пор еще разбираюсь камерой поэтому принципе пока я могу обойтись и может быть это куплю допустим в марте как-то так так вот я решила купить себе чай один у нас желтый я очень люблю желтый чай я его увидела но я сомневалась покупать думаю российский желтый чай мало ли какая ерунда я купила какой-то желтый чай и за 500 с лишним рублей он стоил но мне он обошелся чуть меньше потому что мне были какие-то баллы на озон от этого продавца но китайский соответственно а потом увидела это ты я увидела что там отзывы какие-то и вполне себе как бы они нормальные и много какое-то разообразие но в основном я видела его только на вайсберс этот вот именно в таких упаковочках а когда-то мне одна подписчица из тюмени присылала чай краснодарский черный то ли он был черникой то ли он просто был черный я потом сама покупала черника 50 грамм такая коробочка и он был отличный такой черный чай принципе черный чай и российский почему бы нет если есть возможность выращивать и делать по той же технологии как китайцы почему бы не делать такой чай для россии да соответственно может чуть дешевле потому что это вроде свой ну в экспорт и импорт но я не знаю уж как решают эти товарищи в принципе тут довольно бюджетная цена вот узнавать ли или белый или желтый сейчас вот у меня в закладках лежит я утром смотрела 75 грамм такая же пачечка 300 рублей в принципе довольно бюджетно учитывая сколько белый чай нормальный стоит вот китайский там белая панда или зеленая панда или еще какой-то вот так по виду он вроде как неплохой ну а потом заварю если тебе интересно зритель дай знать каменки я заварю может это на эту же камеру потому что тут есть режим такой в общем можно долго писать учитывая что у меня теперь аккумулятор есть которая уже показывала еще раз покажу на 10 мая часа он даже уже есть в обзорах на канале смонтированы внезапно они законсервированы как некоторые два кукинга как минимум короче говоря можно поставить вот я хочу даже давно мечтала так вот поставить камеру чтобы она записывала как вот допустим чай распускается в прозрачном чайнике мне правда сейчас нету наличие у себя в коллекции чая зеленого чая но он бывает еще и черный связан который так цветочком распускается ты можешь как бы исправить этот момент и подарить мне там ближайшая база выдачи озоны вайсберес есть в чатике в телеге ссылочка в инфобоксе да если ты ждешь еще обзоров подарков на день рождения тот один подарок я еще не получила а другие два у меня были как бы такие очень бытовушные и в принципе фоточки кидала в телегу опять же ссылка в инфобоксе в блоге можешь глядать там покрывала и постельное белье мне родственники подарили я просто подумал что то не обязательно обозревать это не та самая вещь которую можно обозревать а тут руки внизу показываю только сейчас подумала что их не видно как бы можно конечно статив немножко приопустить чтобы было видно как я лапами машу и вот тут пуэр так вот тут все будет обзор того что мне как бы необходимая пара вещей и пара вещей которые я думала но типа вот пока не настолько будет как бы надо экономить и есть более первостепенные вещи а сейчас я решила что в этом году что я в принципе буду себе позволять то что я не позволял в прошлом году и как бы не зажимать себе так вот вообще что в январе сидела просто был такой момент что сначала мне задарили денег потом сказали верни мне эту часть денег или верни все я так охренел думаю ты мне вроде это просто подарил с какой радости ты требуешь обратно а потом оказалось что человек пошутил ну чё у нас тут с этой зарядкой все нормально я поближе пододвинулась отсюда все равно не вижу некоторые моменты но просто как-то подстраховаться да наверное какой-то не совсем такой обзор как хотелось бы ну я думаю кто меня давно смотрит уже привык что у меня бывают такие очень таки спонтанные обзоры я почему даже решила записать обзоры сейчас в ванной глянула себя в зеркало думаю блин такая прикольная укладка была сейчас может уже не такая прикольная думаю у меня же там обзор вещи на обзор лежат и я их даже еще сама не юзала потому что еще не обозревала думаю на обозреть а потом пойти уже погулять по миру принципе неплохой такой пуэр по крайней мере иногда покупаешь китайский пуэр вроде такой древний хороший ну как минимум пять лет выдержки а ощущение будто вот его заварили высушили заварку а потом продали посмотрим так вот здесь есть такая конца что можно записать что-то очень медленном режиме я не помню название еще не все запомнила соответственно есть уроки кстати по диджай по этой камере на сайте диджай по ссылке на youtube короче говоря и там нужно записать что-то бы вот то что поставить там на несколько часов камеру а потом она будет быстро вот так перепоказываться эта картинка намного быстрее будет показываться чем снималась и наоборот медленно я вот хочу записать вот два варианта как допустим завариваться чай в прозрачном чайнике если тебе интересно дай знать каменты я может это пораньше запишу чем соберусь так вот вот этот чай русского производства купленный в наборе на вайберис наборе он был дешевле а так они где-то по двести восемьдесят триста пятьдесят четыреста триста вот как-то так варьируется цена за одну пачечку я случайно увидела этот набор думаю были надо заказать я так обленилась а что-то уже на больше полугода по большей части но иногда так диркой махаю но больше полугода уже не занималась в утяжелителях поэтому когда беру вот это вот оно на килограмм я его уже ощущаю когда занималась утяжелителях я брала что-то на килограмм я вообще как-то восстанавливать саму себя в этом плане миндаль я год наверное вообще не покупала миндаль мне как бы он ну не нужен был я как-то купил в прошлом году 200 грамм маленький такую коробочку и как бы ну чисто так поесть чаем а тут ничего-то приспичило сделать и миндальную пасту может быть даже мне подруга кидала года три назад рецепты как дома самим сделать в общем этот марципана если ты не в курсе то сейчас узнаешь я очень люблю марципан на самом деле иногда его покупаю ну и в общем и я подумала надо купить килограмм миндаля и что-то он как-то меньше 600 рублей не обошелся я так смотрела но где какой миндаль еще осенью хотела купить он что-то такой дорогущий был вспомнил в прошлом году он точно так же стоил ну блин а когда хотела покупать если допустим орехи там вот какие-то макадамию бразильский орех еще что-то суховрукты лучше покупать осенью потому что так же как виноград в магазине на ну в оффлайне да она дешевле и она зрелая хорошего качества а тут миндаль думал он садзревает когда он вообще его выгодно покупать или как не ткнешься круглый год на вайдбер сазон он всегда какой-то супер дорогой что-то до двух тысяч от полутора до двух тысяч за килограмм а тут и завтра раз и увидела миндаль отборный килограмм страна происхождения чили 25 января двадцать третьего года упакован 12 месяцев троугодности тут конечно видно что какие-то орешки поколотые или разломанные но я считаю что это нормально потому что в принципе они едут трясутся боются друг от друга если по-моему был вакуумной упаковки туда там был бы были бы полностью читать целые орешки и как бы я смотрела читала отзывы кому-то приходили от какого-то продавца там я сначала за за 603 рубля нашла килограмм этих миндаля но там отзывы были что кому-то приходили фисташки кто-то их себе оставлял кто-то возврат делал там ну как-то вот как бы доставщики на вайдбер сазон могут же непонятно каким образом это посылать и от продавца не зависит а потом внезапно совершенно ткнулась думаю так вот посмотреть почем сейчас вообще может купить полкило так раз 500 чем-то но чуть меньше чем 600 вот она в инфобоксе будут ссылать артикулами сумму напишу возможно он сейчас уже чуть дороже стоит в общем миндаль дальше можно его сейчас открыть и попробовать типа я даже видела миндаль в кожуре а еще миндаль горький думаю мне миндаль горький не надо я планировала сегодня попереводить и еще этот а сейчас уже больше чем 6 вечера я должна быть еще не было как-то так вареная такая весь день была и сделать шоколад с добавлением ну как у меня какао тертая есть самопальная какао тертая покупная но нет какао масла только заказала еще сегодня сидит зритель ровно я заказала себе за 1770 в сумме этот 714 рублей килограмм какао масла и 1056 рублей какао бобы в общем у меня есть четвертая какао бобы самопальная просто тертая какао покупное но у меня нет закончилось какао масло и короче говоря как бы есть самопальные урбеч из арахиса с неочищенной шкуркой а потом из кедровых орехов значит вот мне в этот раз попадались кедровые орехи хоть производитель уверяет что они типа друг другого вкуса они типа вываренные сахары а это типа натуральная но как бы я раскалывала орешек там попадалось два-три орешка ну в как бы в кожуре и она внутри по вкусу такой же было то ли это старые орехи то ли это какой-то сорт хоть там написано было что урожай этого ну прошлого года уже хрена короче у меня общем из кедровых орехов урбечь я делала из бразильских орехов урбечь я делала да бразильский орех дорогой такой же дорогой как кедровый орех иногда он дешевле чем кедровый орех но я сделала из него значит я где-то осенью купилась и килограмм чтобы у меня запас был потому что там более-менее бюджетная цена была у меня в какой-то момент была денежка и значит я могла себе это позволить подумала что это будет выгоднее чем раз полтора месяца покупать себе и тете на двоих этот как бы скидываемся на двоих орехи и потом у меня был гастридопострение в конце года в прошлом году где-то в начале декабря я где-то месяца полтора не ела этот бразильский орех вообще до этого по 1 2 штуки в течение года с лишним ну 13 месяцев и как бы полезно для организма хороший сладкий миндаль ну и короче я просто иногда вспоминаю ложечку чайную этого урбеча из бразильского ореха с чаем съедаю вот у меня три урбеча из арахиса в шкурке я не снимала тогда но лучше делать без шкурки или хотя бы обжаривать вкус такой специфический там я добавляла из бразильского ореха тоже но добавляла и кедровый орех у меня в чистом виде я думала вот использовать эти урбеча вместо масла какао и соответственно те которые с медом соединить их с какао тертым в своем армите и сделать если не шоколад полностью одну не плитку то хотя бы вот допустим шоколадно-ореховую пасту вот сегодня не знаю там еще горища посуды на вот как-то это все провернуть и хотя бы пару страниц перевести а то мне обидки свои слали люди которые сначала что-то дарят а потом говорят верни обратно так вот в январе я хоть вернула часть обратно и мне потом сказали что-то шутка мне пришлось приличненько так экономить потому что я умудрилась купить вот эту штуку а за 2 с хвостиком тысячи и у меня на месяц оставалось три тысячи потом эти три тысячи пришлось еще и отдать у меня проблема с это у меня сито есть она мне кажется я его покупала в семнадцатом году когда еще сюда не переехала но еще жила на механке уже бабушка милос я жила уже одна на механке в той квартире в трешке и мне на области я купила сито в одном магазине пластиковая но отличное такое но у него в одном месте там металлические штучки порвались и как бы уже не то ну не до конца вот так протирается я думаю мне надо сито еще мне было советское сито но все еще живо единственное что ручка слегка ну на ее подкручивать и вот это купленные на озон я не помню почем то ли 150 рублей вот за вот это вот три штуки то ли около 200 рублей но что-то как-то довольно бюджетно я долго выбирала сито считала отзывы на дон и на вальдерес хотела брать пластиковые некоторые пластиковые были нормальные но у некоторых была вот эта пластиковая сеточка мне надо иногда горячий бульон как бы процеживать некоторые были такие что я помню купила за 35 рублей какой-то малюсенькая сито чисто чай подсаживать ну по-быстрому так в чашке когда заваришь чтобы перелить в другую чашку и она у меня на следующий день отвалилась вот эта фигня покупала во флайном магазине естественно уже обратно не сдашь и вот таких сид по виду было очень много а эти я тут сняла без тебя эту бумажку смысле из низа камеры тут когда она приходит с камерой то иногда вот эти полоски такие тут я забыла как называться вот только на этой камере такие настройки есть в общем тут три маленьких ну поменьше побольше небольшие такие сито но возможно у меня чуть поменьше чем мое то сито я хотела его смерить и потом по образу и подобию купить подобное но в крайнем случае если понадобится то закажу то которое у меня на вайтбрис было одно время в закладках тут в чем плюс не металлические сито видела ну да может сказать нашла что снимать показывать лишь бы что-то высрать на свой канал можно так конечно можете об этом написать в каментах я вам поставлю сердечко но суть такая что эта проблема же вообще носит а который я видела у них вот это вот вот этот крючочек вот эта ручка и вот кружочек и там просто вот как припаяна была и у многих вот эти припайки отваливались а сама суть что тут вот как бы она полностью идет эта металлическая фигня и вот здесь она держит держит ее вот это вот хренатенькой она же держит вот эту металлическую сеточку у кого-то были вот такие же сито похожие у кого вот эта сеточка уже приходила отваленная либо отваливалась после но я думаю что тут у многих бывает брак минус конечно что она очень неглубокая как выяснилось возможно слышно как соседи собачиваться хотя я не знаю может не слышно потому что микрофон включила только но настройках только на себя направленный короче вот фигнюшки такой проволочка пересобачена вот думаю будет понятно у меня на механке было похожее сито вот с такой же пластиковой ручкой но не сказать что она хлипкая вот здесь правда да вот она как-то вот туду сиды качается ну думаю блин она не особо дорого стоило думаю если чё уж сколько прослужит потому что как бы у меня была проблема с сидом конкретно так не периодически надо в общем сито ну и такой момент я иногда благодаря полечке спасибо тебе огромное я уже в этот вот месяц тот месяц но где-то вот с момента когда там послушку получила раза три или четыре принимала ванну соль я понимаю что могу сама их себе купить соль но как-то вот ее нет думаешь ну куплю как-нибудь придешь магазин соответственно забоешь эту соль купить и по большей части принимала души и как-то получалось то по техническим личным причинам мне не получалось принять ванну когда я хотела то одно то другое тут что-то я так прониклась а я уже раза четыре принимала ванну причем один раз такой буржуйскую как раньше на механке делала значит это соль отвар из трав какое-то эфирное масло пара капелек ну чисто ароматизация и пена для ванн вообще пуды и вот проблема такая что я иногда принимаю ванну вместо душа утром и волосы вроде как ужас или чистые или просто вот ну не хочется их мочить или их потом собираюсь помыть но просто чтобы они были сухие хвостик не вариант заделать хотя вот сейчас внезапно можно заделать хвостик у меня как прям ходит он уже тоже могу хвостик заделать так же как он волос отросли но суть такая что хвостик все равно намокнет а я думаю блин я же раньше ванна принимала и одевала шапочку для душа для ванны а иногда душ принимала и тоже принимал одевала шапочку для ванны душа чтобы вот иногда душ принимаешь и как бы волосы выбыла как бы заранее а убираешься подумал пока волосы сохнут и убираешься в душ идешь соответственно кончики мокнут и просто не хочется их мочить а иногда они просто нормально выглядят и не хочет и голод не собираешься мать но и мочить ее не хочешь даже если вот они немножко намокнут а потом высохнут все равно уже эффект такой какой-то не очень свежей головы я думаю на купить шапочку для ванны и и вот тут какой-то набор за 100 с чем-то рублей шапочки для душа 5 штук я потом нашла за 91 рубль 5 штук и одноразовых шапочек для душа и там ну как бы кто-то писал в каменках что не типа как бы почти как многоразовые ну думаешь как сколько прослужит если чё потом я куплю ну как бы вполне себе такие шапочка шапочки вот здесь вот ну как бы простроченная такая легкая резинка тут какая-то хренатенька типа кружева вот такая вот такая зеленым кружочком тут желтые табак бантики и тут бантики думала то бабочки с красным кружочком и с розочками сейчас даже те померю глядя на камеру я думаю надо заказать ему ну как бы сколько проживут у меня раньше когда-то было на механке очень плотно хорошая шапочка для душа но она уже давно откинула копыта я что-то очень давно года два или три вообще даже мне кажется в этой квартире первый шапочками пользоваться потому что как-то ну ни к чему было а тут я подумала человек каждый раз геморроз тут волосы проблема такая ты можно нацепить шапочку ну конечно там лучше наверно хвост заделывать на этом режиме нет лежения за мордой лица ну плюс я еще установила так что ну тупо на меня смотрит и плавное движение и стоит так как этично стоит я щас все таки повернусь спиной и оно наверное должно быть так ну по крайней мере на монтажке а потом уже как-то было заодно на себя гляну как я выгляжу там в общем очень хорошие шапочки если у тебя зритель такая же проблема что вот ванну принимаешь и хочется чтобы волосы не мокли а для такой же слоупок как я то в инфобокс сниз там год артикул на эти шапочки даже если они сейчас уже не наличие там всегда есть похожие варианты я принципе видела и похожие но в общем как-то я смотрела чё подешевле и вот именно этот набор какого-то продавца был подешевле так наверное это все весь мой обзор больше вроде ничего такого нету я еще что-то покупала мне кажется в оффлайновом магазине ну и хотела это обозреть но я не помню может ты уже захомячила и может даже и не и не докупила вот я сейчас высморчусь потому что у меня тут что-то пару дней вроде особо и нигде не продувают но как-то умудряешься к вечеру всегда или чихать или кашлять у меня тут какая-то тень я думаю что за тень это видно там эту полку которая над столом в общем я снимаю 4k 60 кадров в секунду мне чисто интересно как это будет выглядеть да я понимаю что если нет нормального девайса на котором это смотреть хотя у меня внезапно монитор от компа вполне себе с ютуба какие-то видео тестово смотрела показывать нормально этот 4k вид нашу разница короче говорят что если нет таких девайсов то нефиг в этом и снимает снимать и многие вообще смотрят full hd просто качество ноту как-то мне так хотелось я просто видела некоторые обзоры у некоторых совершенно разных блогеров у кого намного больше подписчиков чем я по большей части тогда видео вот сейчас идут 4k ну захотелось мне чё и да у меня в январе глючил ноутбук я уже думала копить денежек а покупать планшет и потому что другой ноутбук стоит в разы дороже чем вот эта камера в общем он стоит как допустим эта камера в комбо варианте 40 от 40 где-то к 40 чем-то тысяч она мне обошлась 30 566 вот это вот без комбо комбо как раз вот мне надо покупать то что в куб в комбо есть но не половину из того что есть комбо как бы не надо нормальный планшет в каком мощности хороший как мне надо допустим чтобы монтировать стоит около 25-30 тысяч это вот если не ты блока но и короче от и блока там 64 азу 64 гигабайт памяти если без всякой ну чисто планшет без ручки и клавы он стоит тоже около 30 там модель какого-то 21 года я видела но я в общем не знаю короче говоря я уже думала что мне придется какой-то девайс еще покупать думаю на 5 экономить вот записи со какой овощи а потом что-то он у меня перестал ключики я не знаю он пока работа от ноутбук но вроде все в порядке но я помню что на нем что-то монтировала какой-то тестовый ролик еще когда на экшн камеру первую пуппу первую который восемнадцатом году покупала снимала что-то с любим глазом и и без стабилизации совершенно в общем ну как бы по хочу попробовать в общем как будет ну ты зритель если вдруг решишь поддержать мой канал можешь мне просто подарить этот какой-нибудь хороший девайс для монтажа потому что на слабом ноутбуке он ему четыре с половиной года как бы это проблемного иногда но намного дольше сейчас идет монтаж чем вот раньше было не знаю чем связано по идее вот все ролики все те тоже самое по большей части но вот он как-то стал притормаживать что там с ним не так в общем всем спасибо кто осилил до конца не смотрел на моё вот этого бла 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 если вам понравилась картинка возможно немножко не так поиграла с светом потому что тут настройки еще во-первых не до конца разобралась во вторых я тут со светом вообще игралась а ну и смотрела когда темнее светлее еще зашла не туда потом нажала туда просто дайте знать в каменты как вам картинка звук вообще вот это вот все и можете еще чем в каменты написать и да если вы все еще ждете асмр какого-то конкретного типа последний мне кажется асмр я писал 12 января или выкладывал 12 января его там было что-то журналом и с пупырками то вот здесь вот вот облачко сподпишись на бусте 200 рублей месяц будет тебе асмр счастья а когда ты подпишется на это бусте то можно писать в личку то типа вот лёль хочу вот именно такой асмр ну ты как наверно уже понял ролевые асмр пока не до меня это них морально не не созрело еще но какие-то другие или допустим асмр с картами ты вполне можешь у меня запросить если подпишешься на бусте ну или можешь просто мне задонатить и сказать лёли я хочу вот именно такой асмр или с картами всем пока